Между тем, одной из версий произошедшей в Омске трагедии с нашей телекомпанией поделился житель заводского района. Мужчина рассказал об этом лишь при условии полной анонимности. Напомню, трагедия в Омске привела к тому, что под обломками казарми погибли военнослужащие. По одной из версий, следствие причиной произошедшего стало нарушение строительных норм при реконструкции здания. Саратовец, назвавший себя Александром, рассказал, что, по его мнению, причиной трагедии стало халатное обращение военнослужащих с оружием. Дело в том, что он сам проходил службу в воинской части 63-635 и знает, что, к примеру, чистку с танкового пулемета периодически производили в самой казарме. А потому десантник уверен, что 30-мм снаряд, неоднократно попадавший в опору здания, и мог привести к таким последствиям. Сила боеприпасов настолько мощная, что и повредил несущую конструкцию. Ведь разрушительные выстрелы по стенам, утверждает десантник, были регулярными. А спустя время дали о себе знать. Это был выстрел 30-мм орудия, который стоит у нас на вооружении на БМД-2. Принесли в казарму, производили разборку заклинившего патрона снаряда. И он произвел, не знаю, каким образом, выстрел в стену. После этого было все замазано, и там будут видны не только трещины, но и отверстия. В здании именно не в перекрытии, то есть корпус, а прямо под окном. Внимательно если осмотрят, то это будет видно.